На курорте планируют провести местные паркур-сообщества. Паркур для России пока достаточно новый вид спорта, но у него уже немало поклонников. С ними познакомился Александр Галаган. Этот французский вид спорта в Сочи появился около пяти лет назад. Богдан Лысак, один из первых на курорте, начал заниматься искусством рационального перемещения и преодоления городских препятствий. Именно в этом основная идея паркура. Как идеолог, основатель паркура, Дэвид Берри говорил, что в паркуре он должен быть соревнований только потому, что не должно быть лучше и худше. А этот спорт, он абсолютно свободный. То есть каждый приходит к нему, чтобы заниматься в свое удовольствие. Здесь никаких нет ограничений, рамок. Каждый может найти свой собственный стиль. И поэтому это меня и привлекло. Паркур, пожалуй, самая малозатратная спортивная дисциплина. Деревья, стены, крыши, парапеты и перила. Обычные препятствия трейсера. Поэтому и запланированный сочинский фестиваль не потребует больших затрат. Однако подготовить и провести мероприятие за свой счет спортсмены не могут. Ведь большинство трейсеров – подростки. Чтобы организовать такие соревнования, я думаю, просто нужно финансирование совсем небольшое. Это не надо что-то такого массового организовать. Просто предоставить нам паркур-площадку специализированную, строительных материалов. И нам больше особо ничего не надо. У нас есть город. Это главная площадка. Разумеется. Обычно фестивали паркура проходят в Москве или Санкт-Петербурге. Но в Сочи тоже столица. Олимпийская. Если сочинским трейсерам удастся организовать запланированную встречу, на курорт готовы приехать более 50 лучших спортсменов со всей России. Александр Галаган, Александр Скомарохов. Весенский.